Алексей Кирсанов, 1С Битрикс, ведущий разработчик. Мастер-класс. Настройка-разработка кастомизации интернет-магазина под бизнес-IPI-магазина. События-наследование. Новый компонент оформления заказа. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Мы проведем сегодня доклад в виде небольшого мастер-класса. Новая e-commerce платформа. Немножко сделаем небольшое введение. Мы говорили сегодня о том, что было достаточно долгое развитие этой платформы. Платформа существовала более 10 лет. И настал тот момент, когда необходимо подвеяние времени, подвеяние тех потребностей, которые есть у клиентов и у бизнеса, необходимо было сделать переход. Мы начали этот переход примерно в 2014 году. Начала платформа потихонечку изменяться. Появилось ядро D7. И мы начали переводить платформу на новое ядро. И вот фактически мы анонсировали. Вчера вышла последняя фактически бета. Это предварительный уже, можно сказать, релиз. Вышла уже новая e-commerce платформа. Новая e-commerce платформа сделана по требования клиентов, требования времени. На новой архитектуре D7. То есть вы сможете использовать новые паттерны проектирования. Сможете использовать наследование, ОУП, классы и так далее. Как перейти на новую платформу? К сожалению, придется выполнить мастер перехода. Он достаточно несложный. Запускается во время установки. То есть появляется у вас наверху такая вот зеленая предупреждающая надпись, что необходимо запустить мастер. Мастер желательно запускать и выполнять в какое-то такое время, когда магазин наименее нагруженный. То есть желательно это в ночное время делать или когда у вас наименьшая нагрузка на ваш магазин. У мастера есть достаточно интересная особенность. Его можно прекращать выполнение, уходить с мастера, потом возвращаться. Он начнет именно с того шага, на котором вы остановились. Во время запуска мастера мы закрываем публичный раздел. Помните об этом. То есть ваш магазин не будет работать в это время. Вы не сможете принимать заказы. Мастер делает полную конвертацию таблиц, переводит службы доставки и оплаты на новую схему работы. Ну и после запуска мастера, после выполнения мастера, мы сейчас на ролике покажем, что магазин остался полностью работать. То есть вот произошла конвертация. Магазин вроде бы целый, все как бы работает. Что самое главное вы увидите после конвертации. После конвертации самая видимая часть, что все прошло хорошо и конвертация произошла, это разделение заказов. Войдя в раздел заказов, вы увидите, что изменилась форма заказов, появилась возможность разделять эти заказы. Появилось два новых документа. Это документ отгрузки и документ оплаты отдельная. Конвертация достаточно происходит на высокой скорости. Леша проверял на локальном установке. с полтора миллионами заказов. У него установка это делала даже менее, чем 10 минут. Мы 10 минут, если честно, написали с небольшим запасом. У него в районе 5 минут полтора миллиона заказов были сконвертированы. Да, нотки реализма немного привнесу. Не забывайте, как я всегда говорю, перед установкой любого обновления нужно делать резервную копию. Перед конвертацией, естественно, так как мигрируют все данные, меняется структура хранения, резервная копия обязательно. Потому что мы сделали много усилий для того, чтобы все прошло нормально, но всякое в жизни бывает, поэтому нужно всегда иметь резервную копию. Скрипты все можно восстановить, данные, они бесценные, их восстановить будет гораздо тяжелее. Как вы знаете, у нас миграция на новый магазин началась с версии 5.0, то есть это бета уже первая пошла, и стабильные версии у нас заканчиваются 14-й версией. До 15.5 можно устанавливать обновления в качестве бета магазина без конвертации. Все следующие обновления доступны только после того, как вы магазин сконвертируете. Текущая актуальная версия магазина 16.02, она была выпущена вчера, вчера вечером. Это были последние большие довольно изменения по внутренней структуре по хранению по платежным системам. Согласно стратегическим планам будет еще одна бета, в которой будут исправлены найденные ошибки. Ну, наверняка, которые будут. И также выйдет компонент sale order.iax, это новая процедура оформления заказа. Эта бета немного полежит в виде беты, и потом она зарелизится. То есть одна версия нас отделяет от релиза. Теперь про чуть менее приятные вещи. Так как рефакторинг был коренным и очень существенным, естественно, полную совместимость соблюсти не удалось. Но в принципе она полная не планировалась, потому что полная совместимость это оставить все как было. Поэтому полной совместимости не будет. Меняется, естественно, структура хранения данных. Соответственно, если вы, не дай бог, дергали прямые запросы к базе, очень велики шансы, что у вас перестанет что-то работать. Но мы никогда прямые запросы к нашей структуре и не рекомендовали, потому что, естественно, что мы ее меняем. Из существенных изменений что произошло? Если раньше был заказ и все, то есть это была одна просто запись, у которой были поля, в том числе и касаемые доставок, в том числе и касаемые оплаты, статус оплаты, то теперь это разные сущности и связаны они, как правило, один ко многим. То есть у одного заказа может быть множество оплат. То есть уже не один статус, а много статусов. И вы должны это учитывать. Так как связь один ко многим, то, соответственно, если вы выберете из обоих таблиц данные, то у вас будет дубляж по заказам. Если вы выберете только из заказов, то у вас не будет данных по оплатам. Мы постарались сделать все, что мы можем для совместимости. Если у вас нет разделения на несколько оплат или разделения на несколько отгрузок, то мы выбираем данные из одной отгрузки, которая единственная есть, и одной оплаты. Соответственно, гетлисты, гетбид, они вернут эти данные. И даже если вы пытаетесь обновить через старый класс работа с заказом какие-то поля, которые уже относятся к другим сущностям, к оплатам, это обновление тоже пройдет. Но как только будет разделение реально, то есть будет две у вас, допустим, отгрузки к одному заказу, уже выборка не даст вам данных, потому что это просто невозможно. Поэтому вы должны это учитывать. Изменился жизненный цикл, соответственно, оформления заказа, работа с заказом. Заказ по-другому обсчитывается. Далее я подробнее расскажу об этом. Сейчас важно понимать, что старые события, насколько можно, мы восстановили, то есть они отрабатывают. Если какие-то события не отрабатывают, не стесняйтесь, пишите, говорите. Постараемся, если это возможно, восстановить, если мы о чем-то забыли. Но события включаются и выключаются старые по флажку в настройках магазина. Но надо помнить, что, естественно, они отрабатывают в несколько других местах, не в тех, которые были раньше, потому что изменился жизненный цикл заказа. Другой уже алгоритм. И, соответственно, могут быть какие-то несовместимости. В большинстве случаев это сработает успешно, но лучше проверить. Далее. Так как существенно прорефакторились платежные системы и службы доставки, соответственно, там тоже были изменения, на которые нужно обратить внимание. В частности, при конвертации меняются реальные идентификаторы служб доставок и платежных систем. Как вы помните, службы доставки раньше были часть настраиваемые, часть автоматизированные. У одних были числовые коды, у других строковые коды. В общем-то, это было искусственное разделение, от которого мы избавились, и теперь у них все коды числовые. По API мы постарались обеспечить совместимость в случае использования старого API, но в любом случае нужно проверять. И, наконец, из того, о чем я хотел бы упомянуть, опять же, у службы доставок и платежных систем, если раньше ограничения по их использованию это было просто какие-то поля в самих сущностях, ну, допустим, у платежной системы было поле сайт, и она, соответственно, на этом сайте работала, но других не работала, то теперь все эти ограничения мигрировали в специальную сущность ограничений. Это отдельная сущность, в которой можно настраивать ограничения, они набираемые, можно указывать, что вот эта вот платежная система работает на таких-то, таких-то и таких-то сайтах, для таких-то, таких-то и таких-то типов плательщиков. Это уже не поле, это уже другая сущность. Естественно, все данные мигрированы, естественно, мы поддерживаем это по API, но если вы где-то очень, так скажем, внутрь залазите своим кодом, во внутреннюю логику, вам нужно проверить, что это продолжило работать. Режимируя этот слайд, хочу сказать, что мы, конечно, провели работу, чтобы совместимость была. Если что-то не так, не стесняйтесь, пишите, мне пишите, в техподдержку пишите. Если у вас есть сомнения, допустим, у вас какие-то кастомные решения, и вы хотите знать, все ли нормально пройдет, пишите заранее, я проконсультирую, сотрудники проконсультируют, какие могут быть подводные камни, если вдруг какие-то там у вас были внутренности такие, немного нестандартные какие-то подходы, поэтому всегда обращайтесь. Как я сказал, что самое большое изменение, которое вы визуально сразу увидите, это новая система обработки заказов. Давайте немножко про нее поговорим, поговорим о тем, что вокруг нее как бы работает. Нарисована как бы такая небольшая простая блок-схема, как это теперь выглядит. То есть у нас есть заказ, который объединяет в себе частичные оплаты, их может быть бесконечное количество множеств, то есть если у вас огромный заказ на сотню позиций, то это могут быть десятки отгрузок. Это могут быть частичные оплаты, то же самое, их может быть достаточно много, вы можете клиенту выставить часть оплаты, например, как предоплату по расчетному счету, часть он отдаст наличными деньгами и так далее. Появились дополнительные флаги и статусы в частичной отгрузке. То, что мы показываем на слайде с серым цветом, это то, что еще не вышло в текущем последнем бета-обновлении, но то, что планируется. То есть у нас сейчас на данный момент есть флаг просто оплачено, а появится еще возможность разрешения на оплату. Нас очень просят те клиенты, которые работают с оптовыми системами, где нужно от менеджера разрешение на оплату. То есть этот флаг будет проставляться, и платежные сервисы будут давать возможность сделать клиенту оплату. Немножко поговорим о галочках или флажках, которые вокруг магазина. У нас было по умолчанию включено, что ведется количественный учет, разрешаются покупки при отсутствии товаров, складской учет и резервирование. Эти флажки остались в неизменном виде, логика их не поменялась. Вы также, как и раньше, можете вести или количественный учет, то есть вести просто отнимать тот товар, который списывается клиентам в определенное время. Можно также разрешать, как и раньше, отсутствующие товары продавать в минус, и при их приходе или появлении будет изменяться цифра остатком. Можно включать складской учет и вести полностью учет внутри нашей системы. Это для тех магазинов, у которых достаточно простой учет, не связанный с ведением бизнеса по каким-то взаиморасчетам. Это предполагается, что вы сделали оплату и сразу же получили товар от клиента. Ну и резервирование может работать как при складском учете, так и без складского учета. Вы можете резервировать товар. Через некоторое время, по умолчанию, это три дня, которые проставлены в базе, этот параметр может меняться, товар будет возвращен на склад. Какие есть возможности резервирования или списания товаров? По умолчанию у нас в системе было при создании заказа, у нас было при оплате и при разрешении у менеджеров на отгрузку. Тоже ничего не будет меняться, то есть мы оставляем эти системы в рабочем состоянии, то есть не изменится логика работы данных схем отгрузки. Добавилось только резервирование при частичной оплате. Можно при полной, можно при частичной. Автоматика. Автоматика будет изменяться и, скорее всего, в ближайших каких-то нескольких выпусках мы будем доводить систему до финального состояния. Будем смотреть, какие системы лучше и какие вещи будут лучше работать. Мы опять-таки серым показываем то, что будет выпущено в ближайшее время. Мы вынесли всю автоматику на отдельную вкладку. Мы считаем, что она будет достаточно сильно разрастаться. Она раньше у нас была в интернет-магазине на основной вкладочке. Мы сделали для нее отдельную вкладку автоматиком. Какую автоматику можно настраивать? Предположим, поступила оплата от клиентов. Вы можете автоматически сделать, например, разрешение на отгрузку. Если была, например, какая-то частичная отгрузка, вы можете сделать какое-то разрешение на следующую отгрузку и так далее. То есть автоматически вы можете проставлять галочки или проставлять какие-то статусы во время каких-то действий менеджеров, во время каких-то автоматических действий по оплате, по доставке и так далее. Если у вас есть какие-то пожелания по автоматике, то можно подходить в куларах к Леше или ко мне. Мы с вами их можем обсудить и что-то может быть добавится, то, что может необходимо вам для использования. Обработка заказа. Я записал небольшой ролик о самых больших изменениях, которые как бы появились. Форма стала достаточно длинной, вернее она и была достаточно длинной. Мы сделали небольшое меню вверху. Вот сейчас я вернусь наверх этой формы. Теперь есть возможность быстрые переходы делать внутри этой формы. Данное меню можно пристегивать кверху страницы. Вот я сейчас включаю это. И можно по форме перемещаться вот такими якорями, что даст возможность вашему менеджеру быстрее находить нужную форму. В зависимости от схемы работы вашего магазина, вы можете форму перестраивать. При создании заказа по умолчанию мы вынесли корзину на первое место. Предполагая и разговаривая с вами, вы подсказывали нам, что при разговоре с клиентом нужно сначала заполнить товар. Если кому-то такая система не нравится, вы можете поменять местами. Теперь можно внутри заказа, не перевыбирая товар, изменения вносить по конкретному цвету или по каким-то свойствам SQ-ушным. Можно отключать или включать скидки. Это, наверное, самое важное изменение, которое появилось внутри формы. Нас всегда ругали за то, что невозможно посмотреть, какая скидка, на что она повлияла, на какой конкретный тип товара или на какую отгрузку, на какую оплату, что со скидкой вообще происходит. Теперь внутри этой формы можно любую скидку отключить. Она никак не влияет на общий пересчет заказа. Вы в любой момент можете ее вернуть. Даже если скидка закончилась, она была, например, два дня, сегодня этот день уже следующий и скидка закончилась, она будет в рамках заказа оставаться в рабочем состоянии. Вы можете ее отключить, посмотреть, какая была сумма, вернуть ее обратно. Заказ автоматически не пересчитывается. Это было самое большое нарекание в старой схеме, что заказ постоянно при любом действии с заказом, при выборе нового товара или еще каким-то действием, заказ полностью пересчитывался. Теперь заказ полностью остается статичным. Пересчет происходит только того элемента, который вы перевыбираете. Если вам необходимо пересчитать весь заказ, вверху формы есть специальная кнопочка на редактировании заказа, которая называется пересчитать. Вы ее нажимаете и происходит полная актуализация заказа на ту дату, в момент которой вы делаете этот пересчет. Если заказ был сделан месяц назад, он хранит в себе все данные на тот период, он хранит все скидки на тот период. Если вы нажимаете кнопку пересчета, он полностью актуализируется на текущую дату. То есть те скидки, которые закончились, перестанут применяться, с них снимутся автоматические галочки. Если происходило изменение цены, а это очень актуально в связи с последними веяниями по курсу, вы можете пересчитать полностью цены в автоматическом режиме на текущий момент времени. То есть заказ пересчитывается только по вашему желанию. Давайте немножко теперь разберем, как происходит в стандартной комплектации изменения по галочкам, изменения по каким-то статусным вещам внутри заказа. Создаем заказ на два товара. Автоматически создается оплата, то есть документ оплаты. Автоматически создается документ отгрузки. Если вам необходимо произвести изменения по документу, вы можете, если заказ не был отгружен, вы можете смело удалять документы отгрузки и создавать новые уже с тем количеством, которое будет необходимо. Это мы на отдельном видеоролике посмотрим. Если вам нужно сделать изменения, вам не нужно перевибирать внутри этих документов какие-то данные. Если опять-таки заказ не был отгружен, вы идете в редактирование заказа, делаете изменение количеств, делаете изменение цен, автоматически будет изменен документ оплаты и документ отгрузки. Не нужно документы эти удалять, не нужно их идти специально изменять. То есть мы делаем все, чтобы максимально магазин вам помогал делать такие базовые изменения. Особенно, опять-таки, это актуально из-за курса. То есть часто заказы пересчитываются, немножко меняются менеджером и так далее. Все, товары оформлены, заказы сделаны. Делаем теперь небольшое разделение. То есть мы сделали отдельную отгрузку, сделали отдельную оплату. Из интересных особенностей мы в момент разделения заказа подсказываем, какая была сумма по отгрузке. Если клиент, например, не соглашается на дополнительную оплату отгрузочных каких-то вещей, то есть вы не можете с него снять дополнительные деньги, вы можете разделить эту оплату внутри визуально. Опять-таки, на ролике мы это немножко попозже посмотрим. Оплата тоже может без проблем быть разделена, и вы можете оплачивать разными способами в рамках одного заказа. Немного внутрянки вставлю. Не обязательно все товары должны быть распределены по отгрузкам. Если какие-то товары не распределены по отгрузкам, они есть в корзине, они находятся в так называемой системной отгрузке, которую вы не видите, но она реально есть. И счета могут быть выставлены тоже не на всю сумму заказа сразу. Вы можете выставить на часть, через некоторое время выставить на все остальное. И, как сказал Юра, подчеркну, оплаты и отгрузки можно спокойно удалять, пересоздавать, никакие данные при этом потеряны не будут. Кроме информации о распределении товаров по отгрузкам, но ради этого вы и пересоздаете, наверное. У нас включено резервирование по умолчанию, когда мы разделяем заказ, включаются, вот мы красным выделили, какие галочки как бы включаются. Мы сделали здесь оплату 200 рублей по разделенному заказу, сделано резервирование по отгрузкам, то есть заказ перешел вот в такие стадии. Мы сменили статус, наформируется к отправке, сделали еще одну оплату, автоматически ставится статус, что отгрузка разрешена. Здесь я хотел бы отметить, смотрите, мы ставим оплату у частичной оплаты и автоматически меняются статусы и данные у отгрузок и у заказов, то есть идет как бы такая волна изменений. По изменению в одной сущности меняются другие сущности. Эта концепция нам понадобится чуть позже, когда мы перейдем немного к хардкору и внутренним событиям. Ну и эта система, на нее влияет автоматика, которую вы настраиваете. Да, это происходит потому, что настроена так автоматика была в данном случае. Все, мы сделали отгрузку первого заказа, второй заказ не отгружен, и мы видим, что этот заказ не отгружен. Мы можем видеть и отслеживать, какие товары в какой момент времени они как бы не отгрузились или отгрузились. Это тоже мы на видеоролике немножко посмотрим уже визуально. Все, статус завершен, заказ завершен, все отгружено, все статусы стоят в тех режимах, когда произошла полная отгрузка и полная оплата заказа. Вот как бы по такой схеме теперь развивается заказ. Давайте теперь посмотрим визуально, как можно разделить заказ. Я сделал заказ через сайт. У меня 10,5 товаров, вернее 2 товара, в котором 10,1, насколько я помню там. Я удалил отгрузку и создаю отдельную отгрузку на 5 элементов. Вот как раз то, что я говорил, что система посчитала 500 рублей, а я поставил 300 на первую отгрузку. Я сделал физическую отгрузку. Теперь я хочу посмотреть, что же происходило по заказу. То есть прошло какое-то время, я захожу на специальную вкладку, которая называется анализом заказа, и вижу те документы, которые были сделаны по этому заказу. Я вижу, сколько товаров я уже отгрузил, сколько мне осталось. Та же система работает и по оплате. Я могу посмотреть, вот сейчас пока делается вторая отгрузка, я могу посмотреть, сколько денег клиент должен, сколько я остался, ему должен товаров каких. То есть мы полностью на аналитике даем возможность это все увидеть. Также через аналитику вы можете гулять по документам. То есть вот эти все ссылочки, которые мы показываем, они все активные. Вы можете переходить из документа в документ. Аналитика показывается в любом из документов. То есть где бы вы ни находились, мы подсвечиваем тот документ, в котором вы находитесь. Соответственно, вы, находясь в документе, зашли в аналитику, увидели, где вы находитесь, видите, какие документы связанные есть по этому заказу, и можно между ними переходить. Вот я разделил заказ на два, сделал оплату. Все, заказ полностью отгружен, полностью как бы оплачен. События жизненного цикла. Сейчас я заберу власть в виде кликера и немного поговорим о внутрянке, о том, как внутри это устроено. Как я уже говорил, у нас сейчас не один объект заказа, не одна сущность, а множество сущностей. И вот эта картинка, она показывает не физическое, так сказать, не физическое устройство, как это устроено в базе данных, а логическое устройство как-то устроено в объектах в программе. Но оно имеет строгую корреляцию, естественно, с базой данных. Здесь суть этой картинки в том, что у нас как происходит общая работа. Через некую прокладку поднимается вся информация из базы данных, с линиевой загрузкой, естественно, то есть поднимается только та информация, которая нам нужна. И после этого эта информация обсчитывается в памяти. То есть в памяти разворачиваются объекты заказа, отгрузок, оплат при необходимости свойств. И в дальнейшем идет пересчет и обработка этих объектов в памяти. И потом, когда вызывается метод сохранения, это все сохраняется в консистентном виде в базу данных. Пропущу, наверное, слайд создания изменения заказов, чтобы не тратить на него время. Презентация будет доступна, и вы сможете посмотреть, как создавать заказы общей схемы и как их изменять. Нам более интересно, что, исходя из вот этой концепции, что есть подъем заказа сохранения в базу, это отдельно, и есть отдельно обсчет, то есть реальные расчеты и взаимосвязь между сущностями, как показывалось на слайдах, при изменении одной сущности меняются другие сущности. То, соответственно, и события у нас получаются два вида. Есть события обсчета, это события, которые происходят при изменении сущностей в памяти, и события сохранения, это те события, которые происходят при сохранении заказа и связанных с ним сущностей в базу данных. Обсчет всегда у нас поддерживает консистентное состояние. Это, кстати, одно из изменений по сравнению с прежним магазином. Если раньше можно было в принципе любые данные подсовывать любые поля, и оно сохранялось, ну что получалось, то получалось, сумма по товарам не равна сумме заказа, ну сохранили и ладно, то теперь все-таки мы поддерживаем консистентное состояние, потому что слишком много сущностей и анархии, тут уже оно просто не будет работать. В случае, если это новый заказ, то полный пересчет происходит, если это существующий заказ, то поддерживается только численная целостность, то есть то, что 2 плюс 2 равно 4. Так как у нас два вида событий есть, то нужно понимать, какой из них когда использовать. События на сохранение применяются, как правило, когда вам нужны либо связь с какими-то внешними сущностями, то есть вы фиксируете во внешних сущностях каких-то, внешнем каталоге, там в внешнем каком-то справочнике, списке покупателей, информацию о заказе, либо когда вам необходимо вмешаться именно в сохранение заказа. Во всех остальных случаях вы применяете события на обсчет. Можно это правило нарушать, но вы должны понимать, к чему это приведет. Например, если вы будете изменять состояние внешних сущностей, там допустим внешнего каталога в событиях на обсчет, то если сохранение заказа все-таки не произойдет по тем или иным причинам, то у вас изменение применится во внешнем каталоге, а в базе заказов изменений не будет. Поэтому выбирать нужно правильно. И если наоборот в событии на сохранение оставлять то, что нужно делать на обсчете, тоже могут быть проблемы. Как вмешаться в события на обсчет? У нас у каждой сущности при изменении любого поля вызываются вот эти два обработчика. Он before и он сам setfield. Он before, как всегда, вызывается в самом начале, и в этом событии можно отменить изменение поля. А второе событие, которое он уже вызывается при изменении, соответственно, там вы должны применять какую-то логику, но уже не отменяя изменение этого поля. И вот эти события есть во всех новых сущностях, которые связаны с заказом. Они есть и в самом заказе, и в частичных оплатах, и в доставках, и в корзине, в свойствах, но в общем везде. Вот показана справа простейшая схема, как можно подвязаться на события. Вешаемся на события изменения элемента корзины, и в обработчике события берем и отбрасываем копейки, ну просто потому что, может быть, у нас логика так построена, что мы клиентам выставляем на целые суммы счета, и поэтому отбрасываем копейки. Далее, дополню Лешу, по его схеме, которую он показывает, можно очень легко сделать какой-то вывод информации клиенту с какими-то там суммами, когда нужно округлить в большую сторону. Предположим, вы хотите округлить до 50 рублей, до 100 рублей и так далее. То есть можно вот так, вмешавшись на это событие, сделать округление в какую-то там большую сторону, например. В общем, это можно на любое поле подвеситься, и, соответственно, это поле обрабатывать. Но иногда нужно подвеситься не на поле, а на событие, когда оканчивается пересчет вот этих всех связанных между собой сущностей заказа. Как я уже говорил, у нас при изменении поля в одной сущности могут изменяться поля в других сущностях веерно, то есть идет волна такая, и на окончании этой волны вызывается, соответственно, вот событие, которое показано на экране, final action, то есть это событие, когда заказ принимает, и все связанные сущности принимают консистентное состояние. То есть все цифры правильные, скидки посчитаны, налоги согласованы, и теперь вы можете вмешаться уже, когда уже заказ, грубо говоря, готов к сохранению, если вам это понадобится, и в этот момент вы можете внести свои изменения. Это тоже происходит в памяти, и это событие пересчета. Теперь вмешиваемся в сохранение на событиях. Это те моменты, когда вызывается order save. Order save при своем сохранении сохраняет и все связанные сущности. Естественно, те, которые менялись, те, которые не менялись, он не трогает. И вот в это мы тоже можем вмешаться. Соответственно, on order before, это событие, которое возникает в самом начале сейва, и в нем можно отменить сохранение, как обычно. И, соответственно, on sale order saved – это событие, которое возникает на сохранение. Там уже вы, допустим, какие-то связанные внешние сущности меняете или изменяете алгоритм сохранения, если вам это необходимо. Кроме того, у каждой сущности, если она сохраняется, есть специфическое событие, то есть у оплат, у частичных, у доставок, есть специфическое событие on entity saved. Вместо имени подставляете нужную сущность, и вы получаете событие. Если, допустим, вы регистрируете оплату где-то во внешней какой-то системе, вы вешаетесь на события, которые сохранение только оплаты, соответственно, только на них реагируете. Есть еще специфические события, которые генерируются при обсчете заказа, но выполняются, вызываются реально именно при сохранении, потому что они имеют значение именно тогда, когда будет фиксация изменений в базу данных. Это изменение значащих флажков. Помните, у нас был слайд, когда какие у нас сейчас сущности есть? Заказ, оплата, доставки и флажки, которые у нас переехали в оплату, какие доставку? Это отмена, статусы, оплаченность, разрешение отгрузки и сама отгрузка, и вот изменение tracking number. Вот на эти все события можно вешаться, они будут вызываться именно тогда, когда они фиксируются в базе данных, если они менялись при пересчете. Отдельно есть события, в которых можно вмешаться на сохранение корзины. Как вы знаете, корзина у нас бывает в двух апостасях. Если она привязана к заказу, она становится составом заказа. Если она не привязана к заказу, она является корзиной как таковой. И вот эти события возникают как раз, когда корзина к заказу не привязана, когда она самостоятельная, то есть на заказ вешаться, пока смысла нет, его нет. А вот на сохранение корзины можно подвеситься, чтобы что-то поменять именно при сохранении. Ну и переходя уже от заказов дальше, я бы хотел сказать, что выложив данное обновление последнее в бета-версию, мы выложили обновление, связанное и с 1С. То есть мы одновременно выложили изменения внутри самой схемы 1С. Если вы ставите наш модуль, то начинает работать поддержка разделения заказов. То есть разделение заказов можно делать как и в рамках магазина, так и в рамках 1С. Только не забывайте, что при подключении модуля 1С нужно обязательно отключать галочку, связанную с учетом складским внутри системы. То есть подключили 1С, выключили складской учет. Желательно даже в принципе выключить галочку резервирования, потому что эту функцию лучше передать на сторону 1С. Чтобы не дублировать, всегда должен кто-то быть главный, который отвечает за основные цифры. Что изменилось внутри оплат? Кроме того, что мы выпустили новые обработчики, связанные с платежными системами. Или там были доставки первые? Платежная система. Кроме того, что изменились платежные системы, мы изменили саму логику работы. Самые большие нарекания, связанные со старой версией, были настройка платежных систем. Раньше, чтобы настроить какой-нибудь агрегатор, например, Яндекс.Деньги, который там Яндекс.Кассов, который агрегирует в себе 6-7 платежных инструментов, необходимо было для каждого платежного инструмента заводить отдельную запись. Повторять фактически одни и те же настройки, которые шли из системы в систему. Не было возможности указать без этой схемы, указать отдельные логотипы для каких-то платежных систем. Теперь вся эта система агрегируется внутри одной сущности. Вы создаете одну сущность, один раз ее настраиваете, а платежные инструменты добавляете те, которые необходимо использовать. То есть вам нет необходимости бежать по каждому отдельному элементу, пробивать пароль, логин, там, shop.id магазина и так далее. Вы один раз это настроили и можете прекрасно этим управлять. Еще одним из основных изменений, которое было внутри этой системы, сделано в новой платформе, это изменение, связанное с оплатой. Раньше, если была выставлена какая-то оплата, клиент мог оплатить ее, конечно, через личный кабинет. Но оплата по многим платежным системам не происходила. То есть там формировался определенный код, который был уникальным и говорил, при попытке сделать оплату, говорил, что, к сожалению, оплатить невозможно. Теперь можно без проблем, разделяя заказ, клиента отправлять в личный кабинет и говорить, иди в личный кабинет и оплати деньги тем способом, который тебе удобен. Он заходит в личный кабинет в любое удобное время и может его оплатить. Но из глобального появилась возможность для пока двух инструментов делать возвраты. Яндекс.Касса поддерживает схему возвратов платежей, и вы можете ее настроить в системе нашей и делать возвраты платежей через нас. Не на все системы, не на все платежные инструменты можно сделать возврат через Яндекс.Кассу. Это лучше уже с Яндекс.Касса решать этот вопрос. Но на основные инструменты платежные они разрешают делать возврат. Так, немного хардкора опять по платежным системам и службам доставок. Значит, да, платежные системы были существенно переработаны. Сейчас платежная система, обработчик платежной системы представляет из себя папочку, в которой лежат файлики, один из которых является классом-обработчиком как раз этой платежной системы. А раз это класс, то можно применять наследование. Теперь для того, чтобы вам сделать какую-то свою собственную систему, похожую на нашу, вам не нужно писать с нуля, вы можете отнаследоваться. Или отнаследоваться от базовых классов для того, чтобы написать полностью с нуля. Но это еще не все. Как вы знаете, некоторые обработчики платежных систем еще и порождают какой-то HTML. Например, тот, который выводится в форме оформления заказа, в конце оформления заказа, кнопочка оплатить с приглашением перейти куда-то на Яндекс или еще куда-то перейти. И внешний вид вот этой вот штуки обычно людям не нравился, они кастомизировали. Кастомизировали платежные системы только ради того, чтобы поменять вот эту вот одну маленькую надпись, кнопочку там на ссылочку или еще что-нибудь. Либо кастомизировали компонент обработки заказа тоже довольно большой, и это не очень приятно было. Так вот теперь вот эти вот куски HTML, они расположены внутри обработчика в таких файликах типа шаблонов, аналогичных шаблонам компонента. Их можно выносить из платежной системы по логике шаблонов компонента, точно так же в шаблон сайта, по умолчанию в шаблон конкретных сайтов, если есть разные шаблоны. И они будут подключаться оттуда. То есть вам не нужно кастомизировать саму платежную систему, вам нужно вынести один маленький файлик с HTML и поменять кнопку, допустим, на ссылку, изменить текст, изменить там раскраску, и она будет показываться именно так, как вам нужно в рамках данного конкретного сайта или в рамках всего вашего проекта, без кастомизации самой платежной системы. Алексей обещал добавить специальную кнопочку внутрь платежных систем, чтобы создавать автоматически эти шаблоны. Вы будете ее нажимать, он будет создавать в шаблоне сайта шаблон для оплаты, вы будете туда идти и его кастомизировать уже под конкретные нужды. Так же, как у нас сделано в Эрмитаже, когда вы можете скопировать шаблон компонента для кастомизации. Да, с интерфейсом еще будем дорабатывать для удобства, чтобы можно было не ходить файлы копировать, а нажать на кнопочку, и оно само все скопировалось. Но, в принципе, пути, куда копировать, это уже сейчас с новым обновлением работает. Пути, куда копировать, показаны вот на самой нижней картинке. Соответственно, битрикс-темплейт с имя темплейта, пеймент, туда вот скопировать, и все будет работать. Или в дефаут, если у вас для всего проекта один и тот же новый шаблончик. Local – это у нас идет сам обработчик. То есть шаблончик-то у нас выносится в темплейты, а в local можно вынести сам обработчик. Шаблон в local… Я уточню этот момент, можно ли его вынести в local, но если нельзя, в принципе, я думаю, что будет можно в следующем обновлении. Этот момент я уточню. Теперь пользовательские службы доставки. Службы доставки также были существенно переработаны. Они получились очень похожи на платежные системы, потому что логика их довольно похожая. По сути, внутреннее наполнение разное, а вот с виду они довольно похожи архитектурно. Соответственно, опять же, обработчики – это классы, которые можно отнаследовать, и можно применить какую-то свою логику. Из интересного хочу отметить, что есть события на расчет стоимости данной платежной системы. Соответственно, если на него подвеситься, можно вмешаться в расчет стоимости службы доставки. Оговариваюсь. Да, расчет стоимости доставки. Если на него подвеситься, то можно изменить расчет стоимости и, соответственно, какие-то свои выставлять счета. Например, добавить 100 рублей за что-нибудь. Как я уже говорил, появилось понятие ограничений. У платежных систем и служб доставки теперь можно ограничивать, где они применяются или где они не применяются. Можно ограничивать по сайтам, по типам плательщиков, по сумме заказа, по местоположению клиента и многим другим каким-то признакам. Причем это может быть множественное. То есть сказать, что вот эта служба доставки действует и для этого сайта, и для этого, и для того. Интерфейс универсальный и для служб доставок, и для платежных систем. Более того, можно добавлять свои собственные ограничения, если вам мало стандартных. Вы можете, соответственно, подвеситься на события, на которых ограничения регистрируются, отнаследовать наш базовый класс ограничений или один из существующих и написать свои собственные ограничения, допустим, по фазе луны или по времени года, если, допустим, у вас доставка зависит от времени года. Пользовательские дополнительные опции. Опять же, появилась интересная возможность к службам доставки пристегивать дополнительные опции. То есть это возможность предложить клиентам дополнительные услуги, за которые вы можете дополнительно взять деньги. Допустим, если у вас доставка курьером, вы можете добавить дополнительные опции ростовая кукла, спеть песенку и, не знаю, цыганский ансамбль. И, соответственно, каждая услуга проставит цену, и клиент при оформлении заказа будет выбирать, что да, курьером, и я хочу еще ростовую куклу, и 500 рублей за курьера будет добавлено, допустим, еще 300, если вы так настроили, за ростовую куклу. И если вас не устраивают стандартные, опять же, пользовательские дополнительные опции, которые мы предоставляем, но это единичная услуга, услуга от количества и список, насколько я помню. Единичная услуга, соответственно, это один раз цена считается, если от количества она считается, по количеству умножается, и список, соответственно, будет списком услуг. Если вам нужна какая-то другая дополнительная опция, другой интерфейс, вы, опять же, можете подвеситься на события, зарегистрировать свой собственный класс, отнаследованный от базового или нашего, и дать свой собственный интерфейс по каким-то настройкам. Добавлю еще по службам доставки. Те же самые изменения, которые были внутри оплат. Появилась возможность задавать свои логотипы для каждого конкретного внутреннего инструмента расчета доставки. Появилась возможность сделать несколько пересчетов. То есть можно теперь, выбирая эти опции, сделать не один пересчет, как было раньше, вы нажимали галочку, система пересчитала и все, нельзя было никакие изменения внести. Изменяя вот эти галочки, выбирая нужные доп. опции, система пересчитывает несколько раз в систему доставки, говорит вам, сколько будет стоить, клиент может выбирать, нужна ли ему эта опция, не нужна. Еще из интересного появились различные дополнительные ограничения, которые вы можете вводить, которые тоже клиент может выбирать. Соответственно, они будут автоматически пересчитываться. Мы уже не раз говорили, что можно будет выбирать и запрашивать у клиента необходимую информацию. Вот как раз таки в компоненте в обновленном селлорде Раяксе это заработает в полную силу и вы будете спрашивать у клиента только ту информацию, которая действительно необходима для оформления заказа. Кроме того, что вы выбираете и спрашиваете у клиента только нужную систему, то есть вы можете как бы вывести дополнительно подробную информацию о профиле пользователя, вывести, какие заказы делал этот клиент, какие товары он раньше заказывал. Вы можете видеть корзину, в которую положили этот товар. Вы можете помочь ему по телефону оформить заказ, то есть вы видите, что у него лежит в корзине какой-то товар, но не может справиться с оформлением заказа. Вы можете подсказать, какой это товар, положить его в корзину за пользователя, оформить заказ за него и так далее. Новый селлорде Раякс. Из основных изменений. Это возможность делать все поддержку, во-первых, разделения заказов, возможность обрабатывать большие количество оплат, большие количество доставок. Появится возможность выбирать огромное количество служб самовывоза. Это было самое большое нарекание к предыдущему модулю, что выводя вот этот попап, в котором мы показывали службы самовывоза в московских магазинах, в огромных магазинах региональных, не помещалось, просто не выходил этот список весь, было неудобно с ним работать. У московских магазинов множество, до двух, до трех тысяч доходит служб самовывоза. Их было очень сложно показывать. Мы сделаем систему, что можно будет выбирать по конкретному району, он будет показывать, фильтровать по конкретному району. Можно будет указать на карте, куда нужно сделать доставку. Это актуально для тех районов, которые только новые, не нанесены, например, на карту. Клиент может сказать, вот мне вот в эту точку, и мы сохраним место адреса доставки, которого еще не существует, сохраним геокоординаты, по которым может приехать курьер. Будем показывать дополнительную информацию и так далее. Я записал небольшой видеоролик, как уже работает новый компонент. Этот компонент в работе, к сожалению, здесь не все хорошо по верстке, но вот примерно вот так он будет выглядеть. Мы еще будем его дополнять и улучшать. Это такая предварительная версия. В принципе, компонент уже полностью работает, работоспособен, выводит всю нужную информацию. И как раз сейчас мы занимаемся его визуальной частью, то есть мы пытаемся его сделать визуальным. Концепция изменилась в том плане, что очень большой был сейлордер Аякс, то есть он был очень длинный, клиентов это немножко пугало. Мы как бы схлопываем теперь ту информацию, которая уже заполнена. То есть если клиент заполнил, выбрал, например, платежную систему, мы эту как бы вкладочку схлопываем. Вот то, что говорил я, что можно будет на карте выбрать, а не указывать адрес, просто ткнуть точку. И все, делаем оформление заказа. Вот та страница, про которую Алексей говорил, что кастомизация в платежных системах, то есть вот эта страничка, которую можно теперь как шаблон кастомизировать, изменять, сделать ее разной для разных платежных систем. Вот эту нижнюю часть можно менять без кастомизации по своему усмотрению теперь. То есть теперь можно это все изменять. Вот так будет выглядеть новый сейлордер Аякс. Хочу заметить, что он делается уже в ОП стиле, соответственно, если вас стандартно не устроит, вы всегда сможете отнаследовать и подменив какие-то методы, получить свою собственную функциональность какую-то новую по этому компоненту. Небольшая вставочка по поводу пользовательских типов свойств заказа. Как вы знаете, свойства заказа это то, что мы спрашиваем пользователя для того, чтобы оформить заказ. У нас есть набор стандартных свойств, но можно, естественно, делать и ваши собственные пользовательские типы, чтобы спросить у покупателя что-то там, ну, такое особое. И что нужно сделать? Нужно, соответственно, отнаследовать наш класс, подвеситься на события регистрации. Это все просто. Единственная маленькая особенность, о которой я хочу упомянуть, это админская форма у нас полностью построена на JavaScript и отрисовываются эти свойства тоже JavaScript. То есть кроме того, что PHP, вам нужно будет еще написать JavaScript поддержку вашего свойства, чтобы оно на JavaScript умело отрисовываться. Но в текущей версии это так. Подарки в интернет-магазине. Вадим Николаевич сегодня показывал в первом докладе, говорил, что мы этот компонент уже выпустили, но там не было видеоролика. Я записал небольшой видеоролик. В каких случаях у нас поддерживаются подарки? Подарки могут показываться в списке. То есть вы, заходя в список, можете вверху списка видеть, например, или внизу списка видеть те подарки, которые соответствуют данному конкретному разделу. В зависимости от раздела будут показаны, естественно, разные элементы. Это настраивается в виде правил внутри настроек, с какой-то скидки, скажем так, на подарки. Будут подарки показываться в карточке товара, в детальной, и они будут меняться в зависимости от того товара, который вы, естественно, выбираете. И можно показывать подарки, например, только в корзине. То есть вы можете не показывать списки, не показывать его в детальной карточке товара, вы можете показать его только в корзине. Опять-таки подарки можно настраивать, если вы настраиваете его в корзине для конкретного товара, либо для целой его группы товаров или группы СКУ товара, то есть для СКУ верхнего уровня. Вы берете, например, штаны и все штаны, которые есть внутри, там красного, зеленого, синего цвета, будут иметь какой-то один и тот же подарок, например, какую-то подарочную упаковочку. Либо можно настроить подарок только для какого-то конкретного СКУ элемента. Если вы знаете, что у вас подвисают Excel размеры, они не ходовые, вы можете на Excel размер сделать дополнительный какой-то подарок и тем самым как бы клиента подталкивать на его покупку. Завершая наш доклад, хотим поздравить нас и вас с тем, что мы перешли наконец-то на новую e-commerce платформу. Надеемся, она будет также хорошо развиваться и помогать вам в ваших продажах. Ну и, наверное, традиционно вопросы, будем рады на них ответить. Да, коллеги, вопрос есть один из онлайна. Вот изменения продукта были большие, да, по магазину, а когда будет полная документация, информация по всем событиям и методам? Часть этой информации уже есть в системе помощи. Вот все, что было на слайде, это уже тоже готовится к выпуску именно в документации и будем дополнять по мере возможностей, как можно быстрее будем стараться. Спасибо, еще вопросик. Судья Кландайк, Дмитрий, у меня вопрос по СКУ. Я заметил, что выбор СКУ добавили в корзину, ой, не в корзину, а уже в оформление заказа на стороне админки. У нас есть кейсы использования СКУ, когда там полторы тысячи СКУшек на каждый товар. То есть как оно будет поддерживаться внутри? Вы имеете в виду производительность, наверное? Ну не то, что производительность, сам интерфейс, он же как заточен под одежду здесь. Ну они же полторы тысячи элементов, они же скрыты. Фактически вы показываете только один элемент, это пересечение каких-то свойств, вы показываете визуально только один элемент. То есть он показывает только тот элемент, который был выбран клиентом либо вами, когда вы делали оформление заказа. И все ваши полторы тысячи элементов, они скрыты под какими-то свойствами. У вас, например, там десяток свойств, которые влияют на показ этого элемента. Выбираете свойства, автоматически естественный элемент будет браться тот, который необходимо. Если у вас есть какие-то дополнительные картинки или изменяется там название или еще что-то, это все естественно будет пересчитываться. Если, например, цена другая у некоторых СКУшек. То есть он также будет работать как в публичном разделе. Если вы полторы тысячи элементов прекрасно показываете в разделе, они также будут точно показываться и внутри админской части. добрый день у меня вопрос вот какой система афилиатов она достаточно заброшенной как она теперь будет работать вот при частичных оплатах отгрузках то есть решили этот вопрос или можно модуль вообще выкидывать нет никакую совместимость поддержку не делали и мы действительно не занимались и скорее всего ну его нужно будет выносить и наверное какие-то работы по нему проводить в данный момент никаких работ по нему не делалось может лёша конечно добавит но мы ничего не плане с аффилиатами не совсем понятен вообще если с него какой-то профит как-то по нему откликов очень мало обращение очень мало по этой части поэтому но битрикс24 там немножко другое там аффилиатская программа для партнеров для продажи а это и говорят про модуль внутри буса когда вы как магазин даете какую-то аффилиатскую программу от себя и она действительно не популярна не там затачивалась именно под b24 там своя специфика коллеги давайте этот вопрос куларх обсудим следующий вопрос сергей эти улей у меня вопрос по поводу доставки почты россии там она рассчитывается только когда у магазина установлен адрес москва можно ли другие города устанавливать да конечно по умолчанию стоит москва это в настройках вы можете сменить на любой город но там смотрите какая хитрая схема она рассчитывает не от города она рассчитывает от зоны то есть у них поделен как бы вся россия поделена на несколько зон почтовых и расчет идет от конкретной зоны то есть вы можете сменить москву но не на абстрактный город она город входящий в определенную зону только то есть нужно зайти лучше на сайт почты россии посмотреть как это разделение сделано у них и вы поймете этот город вообще может быть расчетным от которого происходится расчет. Они не от всех городов делают расчеты, только от крупных в конкретной-конкретной зоне. Вы можете просто, если ваши города входят в эту зону, вы можете верхней стоящей поставить как раз зональный город большой, а у вас город ниже, но он входит в эту же зону, и расчет будет корректный. То есть вот так как бы обойти эту штучку. Антон, студия 1.1. Вопрос следующий. Можно ли сейчас сделать следующий сценарий? Есть заказ, и компания хочет оплатить. У него есть 2-3 юрлица. И можно ли сейчас как бы одну оплату одно юрлицо без наличных, второе, другое юрлицо, третья оплата, третье юрлицо? Это будет сделано. Мы как раз вот уже несколько раз анонсировали систему управления так называемыми холдинговыми структурами. Вот этот кусочек будет задействован там, и там можно будет назначать. Это как раз третий этап. Мы сделали первые два этапа. Мы на 16-5 докладе расскажем, какой-то опостался по холдинговой структуре. Мы потихонечку его внедряем. Вот первые два этапа мы уже сделали. И вот ваш этап будет третий как раз. Скорее всего, в следующем релизе мы это завершим. Можно будет назначать конкретный. Руками уже можно назначать. У нас на третий этап нужен мастер, то есть правило, по которым будет назначаться автоматом. Это так. Вперед не мог забегая. Добрый день. Меня зовут Антон, IT студия. Подскажите, пожалуйста, сейчас у нас есть при создании заказа в админке поле промо-код, который можем спокойно использовать. Но вот в режиме редактирования это поле исчезает. Это баг, который будет исправлен следующим обновлением. Это баг. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, веб-студия Кодекс. Коллеги, во-первых, спасибо вам за этот релиз. Это действительно помогает решать реальные задачи. У меня множество вопросов, но, наверное, в кулуарах. Вопрос здесь один. Расскажите, пожалуйста, бизнес-смыслы у нас появились. Что это? Зачем? Как это использовать? Это кусок холдинговой структуры. Они будут потом переименованы и войдут в раздел холдинговой структуры. Пока мы храним там просто всю информацию, которая требуется для всех взаимодействий. Скорее всего, будет название немножко другое. И Леша подробно сейчас расскажет. Я могу чуть-чуть подробнее объяснить. Сейчас это используется для того, чтобы хранить общие свойства разных платежных систем, служб доставок и экспорта импорта в 1С и давать им... Ну почему физический смысл? Потому что дается физический смысл. Вот вы для заказа создаете какое-то свойство, называете его ИНН. Но для системы это просто текстовое поле. Это вы знаете, что это ИНН. И когда вы должны выгрузить это в 1С или напечатать это на какой-то печатной форме счета, система должна понять, что это как раз тот ИНН, который вы должны напечатать в этом поле. И вот тем самым вы это задаете, но чтобы не задавать в каждой, соответственно, службе доставки, в каждой платежной системе и в каждой выгрузке отдельно, вы задаете это в одном месте и потом все это используют. То есть смысл примерно такой. Один раз задаете правило и потом все по этим правилам, по этой карте могут найти, где реально лежит этот ИНН, в каком свойстве, ну и так по другим полям. Ну и там заложен принцип наследования, то есть можно выбирать вот этот рутовое значение, когда вы говорите, что нужно взять вот с этой таблицы и оно будет применено ко всем системам. А можно сказать, что в определенном элементе, который вы там создаете, вы говорите, нет, я не хочу то свойство, которое базовое, я хочу конкретно для этой системы свое споле. И оно будет использоваться, естественно, в рамках вот этой системы, именно это поле. Да, в куларах я могу подробнее объяснить, как там это все работает. Следующий вопрос. Компания Univap1, подскажите, пожалуйста, в связи с переходом на новую структуру оформления заказа и вообще сущности вот эти новые, будет ли какие-то серьезные, есть ли какие-то серьезные изменения с выгрузкой, обменом данными по статусам заказов, вообще с обменом заказа интернет-магазина заказами с 1С. Да, 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 я так и сказал, что 1С вышли новые модули, старые модули работать не будут с разделением, это есть отдельные модули, они новые, они вышли параллельно с выходом вот платформы и нужно будет этот модуль перенакатить на вашу систему. Это используется, к сожалению, пока только наш модуль, базовые 1С-овские не поддерживают такую возможность, когда они появятся, я, к сожалению, не могу подсказать. А наши можно ставить и уже использовать. Там, естественно, прокидываются статусы нужные, но тут нужно аккуратным быть. То есть если для десятки, например, там нет понятия статусов именно в самой 1С, и это ничего прокидываться не будет. Для одиннадцатых версий можно будет статус и соответствие делать статусом, который внутри 1С. Коллеги, давайте последний вопрос уже и будем, наверное, приступать к следующему докладу. Добрый день, компания Spectre, Воронеж. Скажите, у меня два небольших вопроса. В общем, вы показали новый компонент оформления заказа. Там как реализован момент с валидацией полей там сделали, что-то красивое там, не знаю. Ну, базовые поля мы будем валидировать. Все поля, к сожалению, достаточно сложно в валидацию. Валидация там будет двойная. Будет валидация на JavaScript, чтобы сразу показывать, где ошибка, если пользователь неправильно явно вводит. И валидация, естественно, серверная, которую будет проверять на сервере. Если в этом плане вопрос, то да, там будет. Должно быть все хорошо. Ну, изменения по ошибкам самое основное. В старой форме ошибки вводились сверху, и они не переходили вверх, не показывали клиенту, что есть ошибка. Теперь ошибка может быть привязана к конкретному блоку, и мы делаем скролирование к этой ошибке, что клиент сделал, как бы допустил ошибку. Если даже это не связано именно с полями, а просто какая-то ошибка, там вы неправильно выбрали не ту службу доставки или еще что. Коллеги, спасибо.